Профессор Лизбет говорит, Стивен, может быть, немножко не сказал бы о том, что ты знаешь. Говорит, безусловно, датчане известны тем, что у них как бы мировая рыночная система уникальная у них. И они были первыми пионерами то, что стало потом известно через 200 лет как система из займа. И на датском языке это называется, вот как он произнес, что-то с сессинга вот такое. Вы говорили, что когда исследовали как бы биржу, говорили, что вы были в Голландии и видели, что она начинала с улицы. Да. Да. Да, да. Моя семейная банка был в Амстердаме. Изначально наш семейный банк, он основывался в Эйде, и после этого он слился с другой банковской структурой в Амстердаме. Да. И вот в городе Эйде, если туда приехать, до сих пор можно увидеть это здание, 20 лет назад оно все еще как бы имело наше фамильное здание, но сейчас оно практически разрушено. Но можно увидеть это здание. И очень интересная история того, как это зарождалось. И началось это примерно в тысячу, не, это началось в 18 веке. А это еврейская семья начинала. И мой прадедушка был хорошим бухгалтером, и у него были хорошие навыки в святоводстве. И его самым главным клиентом была еврейская любовница короля. И он занимался очень хорошим бухгалтером, и она уничтожила финансово. И как бы мой вот прадед как бы заботился о ней финансово. И у нее финансовое положение изменилось, и какой-то день он сказал ей, что хотел бы открыть свой банк. И она сказала, вот моя шкатулка со всеми драгоценностями, я буду твоим первым клиентом, и вот тебе для банка. И вот так банк начался. Он говорит, и как обычно наше благополучие мы этим должны женщинам, то есть из-за них мы благополучны.